Рейскинг начинает видеть бараки, его пытаются контролить. Блэкхолл есть у Энигмы, она правда получает монолик и теряет любую часть своей маны, но откилить её проблем особых не будет составлять. Рейскинг получает очередной стан, проседает очень серьёзно, Рейскинг огромное количество хитпоинтов просто теряет на поле. И минус Рейскинг первый раз. Здесь стан по мантису, нужно Блэкхолл давать, ну отлично, реверс полярити, можно будет ещё одно дать, ну да, скиллы какие-нибудь просто убирают. Сейчас персонажи команды Гузгейминга в трон идут, в трон идут. Есть ли какой-то байбэк? Нету байбэка у коров, неужели это будет победа просто с мегагрипами для Зеро Ван? Отличнейшая РП в итоге получилась, пытается что-то здесь, Энигмы, Энигмы, Блэкхолл по двоим просто тянет время, просто пытается убивать. Нету, у неё ещё 5 секунд рефрешер, она не сможет здесь ничего сделать, но Рейскинг погибает, Рейскинг погибает и нечем бить строение. В итоге здесь, скорее всего, будет жить крепость, пытается Магнус что-то сделать, Магнусу нужно оставить хоть кто-нибудь, остаётся один Рубик здесь для того, чтобы пытаться что-то сделать, Рубик не может сражаться против противников, и есть байбэк от него, но, к сожалению, Силы Света, скорее всего, здесь будут погибать. Рубик пытается что-то сделать, нужно бежать отсюда всем, выкуп также есть, и у Эйдвокера, Эйдвокер... Что? Серьёзно? Серьёзно? Почему вы... У меня просто нет двух экранов, я не мог вам это показать, я был там. Просто не хватило немножечко, немножечко не хватило Зерван для того, чтобы вырвать у противника победу против мегагрибов в этой игре, и не хватает им буквально нескольких секунд, там бы добил Магнус, добил бы Магнус трон, но там глиф очень вовремя был прожат, вышел инвокер, и как же в итоге классно заканчивается эта карта, это что-то невероятное.